Всем привет, с вами снова канал Техноарена. Продолжаем говорить о новинках в индустрии смартфонов. Сегодня я подготовил для вас обзор сравнения смартфонов Honor 30S и Realme 6 Pro. Давайте выясним, чем отличаются эти смартфоны и чем похожи. Под видео я оставляю для вас ссылки на магазины, где вы сможете найти лучшие цены на эти смартфоны. Подписывайтесь на канал, Техноарена. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные обзоры. Ставьте лайк и пишите свое мнение в комментариях под видео. Итак, начнем. Безусловно, оба смартфона очень привлекательны. У Honor 30S есть три варианта цвета корпуса – титановый серебристый, полночный черный, неоновый фиолетовый. Задняя панель 3D-стекло с голографическим эффектом. По-моему, смартфон очень хорош. У Realme 6 Pro необычный дизайн. Яркий корпус, словно пронизывают неоновые молнии. Есть два варианта расцветки – синяя молния, красная молния. Такой дизайн понравится любителям всего оригинального. Передняя и задняя панель – прочное стекло. По бокам дисплея идут тонкие пластиковые рамки. Защита экрана Corning Gorilla Glass 5. Есть защита от брызг. Стеклянный корпус Realme 6 Pro быстро покрывается пятнами от рук. Без защитного чехла не обойтись. Размеры смартфонов схожи. Длина Honor 30s – 162,3 мм. Ширина – 75 мм. Толщина – 8,6 мм. Вес – 189 граммов. Длина Realme 6 Pro – 163,8 мм. Ширина – 75,8 мм. Толщина – 8,9 мм. Вес смартфона – 195 граммов. Этот смартфон немного больше и тяжелее. Отличие наблюдается в строении камер. У Honor 30s – одинарная фронтальная камера, у Realme 6 Pro она двойная. У обоих смартфонов фронтальные камеры встроены в верхний левый угол экрана. Под камерой есть решетка динамика. Тыловая квадрокамера и светодиод у обоих смартфонов расположены в верхнем левом углу с обратной стороны корпуса. На спинке есть логотип компании. Разблокировка смартфона возможна при сканировании лица или с помощью убыкового датчика отпечатка пальца. Из других датчиков у Honor 30s есть датчик освещенности, приближения, гравитации, компас и гироскоп. У Realme 6 Pro – датчик магнитной индукции, освещенности, приближения, герометр, акселерометр. У обоих смартфонов есть NFC-модуль, клавиши управления у Honor 30s расположены справа. Там есть кнопка включения-выключения. Ее роль выполняет сканер отпечатка пальца и качелька громкости. Смартфон поддерживает работу двух сим-карт формата Nano. Лоток для их размещения расположен на левом ребре устройства. У 30s вместо одной сим-карты можно установить карту памяти Huawei Nano SD объемом до 256 гигабайт. У Realme 6 Pro сканер отпечатка также вмонтирован в кнопку питания и расположен на правом ребре. А вот кнопки регулировки громкости, то есть их две в отличие от единой клавиши у Honor 30s, разместились на левом ребре смартфона. Там же есть лоток на три места, два из которых предназначены для сим-карт, а третье для карты памяти MicroSD. На нижнем торце обоих смартфонов есть аудиовыход для наушников 3,5 мм, разъем для зарядного устройства Type-C, микрофон и динамик. В верхнем торце находится второй микрофон для шумоподавления. У обоих смартфонов есть большой безрамочный экран. Honor 30s оснащен экраном на LTPS-матрице диагональю 6,5 дюймов и разрешением 2400 на 1080 точек. Плотность пикселей 405p, соотношение сторон 20 к 9, защита экрана, алюмосиликатное стекло. Изображение насыщенное, яркое и четкое, хорошие углы обзора. Есть возможность отрегулировать цветовой режим, настроить температуру и размер текста, включить темную тему и сделать затемнение вокруг выреза фронтальной камеры. Можно снизить разрешение до 1600 на 720 пикселей, чтобы сэкономить энергию. У Realme 6 Pro есть большой сенсорный экран с закругленными краями типа IPS LCD с широкими углами обзора. Диагональ экрана составляет 6,6 дюйма, разрешение 1080 на 2400 пикселей, соотношение сторон 20 к 9, показатель P399. Максимальная яркость 480 нит. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Экран большой, качественный, яркости достаточно для комфортной работы на ярком солнце. Плотность пикселей достаточная для приятной глазу картинки. Частота обновления сенсорного слоя тачскрина 120 Гц. Настраивается автояркость, цветовая температура, режим затемнения, автоповорот экрана, защиты зрения и другие режимы. Тыловая камера Honor 30S помещена в вертикальный блок, разделенный на две части. Там же находится светодиод. Она состоит из четырех объективов, основного на 64 Мп, светосилой f1,8, ультраширокоугольного объектива 8 Мп, светосилой f2,4, модулем для макросъемки на 2,4 и датчика глубины на 2 Мп, светосилой f2,4. Камера быстро фокусируется. Фотографии яркие, насыщенные, с хорошей детализацией. Угол обзора ультраширокого модуля составляет 120 градусов. Действует функция десятикратного цифрового увеличения, при этом все детали видны отчетливо. Для улучшения изображения можно использовать несколько фильтров, задать HDR-режим. Камера делает яркие, светлые, детализированные фотографии при ночной съемке. При плохом освещении смартфон автоматически высветляет снимки, сохраняя при этом цветопередачу и резкость. Основная камера может ввести запись видео в 4К, Full HD и HD. При съемке в 4К максимальная скорость записи составляет 30 кадров в секунду, в остальных случаях 60 кадров в секунду. Есть интеллектуальная стабилизация видео. Тыловая квадрокамера Realme 6 Pro помещена в вертикальный блок, состоящий из основной камеры с разрешением 64 Мп, светосилой f1.8. Телеобъектива 12 Мп со светосилой f2.5, с широкоугольной камерой 8 Мп со светосилой f2.3 и модулем макросъемки 2 Мп со светосилой f2.4. Справа от квадрокамеры расположена светодиодная вспышка, телеобъектив может увеличивать изображение в 20 раз, а основной модуль на 64 Мп сделать снимок с разрешением в 4 раза выше, чем в формате 4К. Доступен ультра-ночной режим 3.0 и съемка в RAW-формате. Снимки получаются яркими и детализированными даже при очень плохом освещении. Режим штатива позволяет выставить длительную экспозицию и запечатлеть мельчайшие детали. Фронтальная камера этого смартфона включает два модуля основной Sony AMX 471 на 16 Мп со светосилой f2.1 и ультраширокий модуль на 8 Мп со светосилой f2.2. Портретный режим работает только для основного модуля. Накладываемый эффект поки выглядит неплохо, есть моменты с точностью обработки объектов, которые устраняются, если не снимать на ходу. Фронтальная камера снимает с хорошим уровнем детализации и освещенности, качество снимков устроит большинство пользователей. При съемке видео доступна ультра-стабилизация изображения. Для основной камеры в двух режимах, обычном и максимальном. Для обеих камер предусмотрена опция наложения боки. Обрабатывать видео можно с помощью встроенного редактора Solve. Фронтальная камера Honor 30s оснащена одним объективом 16 Мп светосилой f2. Вспышка не предусмотрена, но ее заменяет подсветка экрана. Качество селфи-снимков хорошее. За производительность Honor 30s отвечает 7-нм восьмиядерный процессор HiSilicon Kerim 825G. В его распоряжении 8 ядер, 1 ядро Cortex-A76, 2,36 ГГц, 3 ядра Cortex-A76, 2,22 ГГц, 4 ядра Cortex-A55, 1,84 ГГц. Ускорителем графики выступает Mele-G57. Процессор способен поддерживать работу в 5G. Производительность Realme 6 Pro поддерживает технологический восьмиядерный восьминанометровый процессор Snapdragon 720G. Он делает устройство мощным и энергоэффективным. 8 ядер, Cryo 465 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический процессор Adreno 618. К радости геймеров смартфон позволяет запускать даже самые требовательные игры на максимальных настройках. Конфигурация памяти Honor 30s в 8 ГБ оперативной, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Объем памяти смартфона можно увеличить установкой NM до 256 ГБ. Конфигурация памяти в Realme 6 Pro 6 или 8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной памяти. Оба смартфона поддерживают 2,4 ГГц, 5 ГГц, передача смартфона использует Bluetooth версию 5.1. У обоих устройств есть GPS и NFC модуль. Я проанализировал отзывы в интернете на эти смартфоны. Начну с отрицательных. Honor 30s. Нет сервисов Google. Карта памяти NM. Нет отдельного слота для карты памяти. Realme 6 Pro. Большой, маркий, скользкий корпус. Кнопки громкости и питание расположены на разных ребрах смартфона. Нет индикатора оповещения. Положительные. Honor 30s. Хорошая производительность и емкий аккумулятор. Есть NFC. Большой, быстрый боковой сканер отпечатка. Хорошие камеры. Realme 6 Pro. Практически безрамочный экран. Производительный смартфон. Игры не тормозят. Приятный дизайн. Есть NFC. Сегодня я познакомил вас с обзором сравнениям смартфонов Honor 30s и Realme 6 Pro. Honor 30s. Хороший, современный смартфон. У него большой экран. Отличные камеры. Быстрый процессор с мощной графикой для игр. Хороший объем памяти. Емкий аккумулятор. Есть функция быстрой зарядки. Поддержка 5G. Сомнения вызывает карта памяти NM и отсутствие отдельного слота для ее установки, а также отсутствие сервисов Google. Кому это не критично, может смело покупать этот хороший смартфон. У Realme 6 Pro более мощный аккумулятор. Также есть функция быстрой зарядки. Отличные камеры и двойная фронтальная камера. Мощный процессор позволяет проходить игры со сложной графикой. Есть слот для двух сим-карт с отдельным лотком для привычной карты памяти microSD. У обоих смартфонов есть NFC-модуль, удобный боковой сканер отпечатка пальца, есть разъем для наушников 3,5 мм. Какой смартфон понравился вам больше? Напишите свое мнение в комментариях. Под видео я оставил для вас ссылки на интернет-магазины, где можно найти информацию о лучших ценах на эти устройства. Ставьте ваши лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Вас ждет много интересных обзоров. Спасибо за просмотр, увидимся на канале Техноарена. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok